В Министерстве просвещения определились с программой, которую будут использовать для организации онлайн-обучения в школах. Ее хорошо знают в Приднестровском госуниверситете. Эту обучающую платформу там освоили еще весной. Теперь ее адаптируют для учителей и школьников. Как работает эта платформа, увидел Максим Кирьязов. Этот портал нашим студентам заменил весной лекции, контрольные и зачеты. В ПГУ начали тестировать этот сервис несколько лет назад в качестве эксперимента. И вот он пригодился. Каждый студент во время дистанционного обучения мог скачивать отсюда учебный материал. Конспекты лекции и учебники. По такой же схеме будут работать школьники. На портале вся учебная информация и домашние задания. Ученик решает тест, учителю сразу приходит результат. На его основе ставятся оценки. Это портал, где размещаются текстовые материалы. Сюда можно прицепить видеоматериал из Ютуба, из каких-то других источников, презентации в Пауэрпойнте созданные, контрольные материалы. Здесь очень хорошая тестовая система. Тесты можно компоновать как угодно, из чего угодно. Хоть берите контурные карты географические, хоть химические формулы. Это нам дает возможность донесения учебного материала до студента при любой ситуации. Учится он, не учится по каким-то причинам. Этот ресурс можно использовать вместе с программой Zoom. Именно ее учителя освоили, проводя онлайн занятия этой весной. Видеоконференция Zoom позволяет учителю и ученику общаться в реальном времени, давать знания и видеть, что делает ученик. Ученики, в свою очередь, видят учителя. Он со своего компьютера показывает все необходимые материалы и контролирует, чем занят класс. Школьники будут получать задания в Zoom, а выполнять их на портале. Потом итоги можно будет обсудить в режиме реального времени и исправить ошибки. У каждого школьника будет свой онлайн-кабинет на платформе. Там он будет получать домашнее задание и выполнять его. Там же электронный дневник с оценками. Ребенок сразу увидит полученную оценку на мониторе. У учителя электронный классный журнал. Платформа, на первый взгляд, непростая, но те, кто ее освоил, утверждают, чтобы разобраться, как с ней работать, необходимо всего несколько часов. Учитель математики, он ведет от 5 до 10 до 11 класса математику. Вот у него все эти курсы по всем классам выстроены в его личном кабинете. А у ученика, наоборот, в его личном кабинете должны быть видны те предметы, которые он изучает в данном классе. То есть у него там должна быть математика, физика, химия, рисование, пение и так далее. В ближайшее время учителя познакомятся с особенностями работы портала в школах. Для них организуют тренинги. Для учеников и родителей подготовят видеоуроки, где пошагово объяснят, как им пользоваться. Кстати, портал для студентов оформлен скромно, только тексты и графики. Для школьников сделают более яркое тематическое оформление, чтобы было проще воспринимать материал. Максим Кирьязов, Игорь Мацотом, ТСВ.